МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Леонида Ермульника очень долгий творческий путь. И Кентурка ему не приходилось быть на этом пути. Он играл в театре, снимался в кино и сам выступал в качестве кинопродюсера. Вел телевизионные программы и сидел в кресле строгого члена жюри КВН. Его имя хорошо известно всем любителям настоящего кино, потому что он очень тщательно изучает сценарий и снимается только у самых лучших режиссеров. Лучше быть турком на рынке, чем образованным грехом в кушующем море. Лучше! Лучше! Леонид с детства мечтал стать актером, учился в музыкальной школе, увлекался литературой и театром. Ему было 15 лет, когда семья переехала во Львов, и его приняли в Народный театр-студию. Так и решилась судьба Ермольника. До этого и родители, и учителя советовали ему поступать после школы на физмат, поскольку Леонид часто занимал первые места на школьных олимпиадах. Будь Ермольник и таким упорным, а может быть и упрямым, был бы он сейчас физиком, как его герой из фильма «Московские каникулы». А может быть, Леонид стал бы писателем, журналистом или преподавателем, поскольку наравне с физикой ему нравилась и литература. Оба эти предмета казались мальчику живыми. С собой любоваться не прихоть, а принцип. Нарциссы прекрасны. Особенно принцип. Ну, до людей мне вообще нет никакого дела. Это их долг любоваться моей красотой. После работы в Народном театре-студии Леонид решает поступать в Ленинградский театральный институт. Но здесь его подстерегала неудача. На приемных экзаменах ему посоветовали подумать о другой профессии. Потому что с таким чудовищным украинским акцентом театре ему делать нечего. Однако Ермольника было уже трудно сбить с намеченного пути. Тем более после того, как он попробовал себя в театре и приобщился к этому миру. Ермольник успокоил себя тем, что некогда Аркадия Райкина тоже отчислили за профнепригодность и решил попытать счастье в другом вузе. Судьба связала Леонида Ермольника с Щукинским училищем при театре имени Вахтангова и мастерской актера и режиссера Юрия Катина-Ярцева. Позже он учился у Александра Ширвинда, о преподавательских способностях которого ходят легенды. Его ученики говорят, что ему достаточно повести брови или пошевелить губами, и они уже точно знают, как следует играть ту или иную роль. Леонид Ермольник оказался способным учеником. В театральной среде на молодого актера обратили внимание, стали предлагать роли в кино, правда небольшие. Леонид был очень общительным, поэтому друзей было много, а одним из самых близких был студент ГИТИСа Александр Абдулов. В 1976 году Ермольник окончил училище и был распределен в театре на Таганке. Главный режиссер театра Юрий Любимов сразу ввел его на одну из ролей спектакль «Мастер и Маргарита». Этот период своей жизни, связанный с Таганкой, вспоминается Ермольником с лучшей стороны. В те годы на сцене Таганки играли такие звезды, как Владимир Высоцкий, Леонид Филатов, Алла Демидова, Динаина Славина, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов. Однако никаких маломальски значимых ролей на сцене прославленного театра Ермольнику сыграть так и не удалось. А когда в 1983 году Юрия Любимова сменил Анатолий Эфрос, актер ушел из театра. С тех пор Леонид Ермольник стал свободным художником. Он даже забрал трудовую книжку из театра домой. Правда, тогда, в конце 70-х, время было не самое подходящее для такой свободы. Ермольник испытал это на себе в полной мере. Несмотря на то, что он успешно снимался в кино и выступал с концертами, Ермольник становился не один раз объектом внимания со стороны правоохранительных органов. Мы этот чемодан украдем? Нет. Уведем? Нет. Нет. Мы его похитим. Когда? Когда в доме будет пусто. И похищение будет шикарным, грандиозным. Да. Известность пришла к актеру в самом конце 70-х. Ермольник впервые пристал перед широким зрителем в образе цыпленка-табака, чем полюбился и надолго запомнился настоящим ценителем пародий в жанре пантомимы. Цикл острых, ироничных и необыкновенно смешных пародий в передаче «Вокруг смеха» принес Ермольнику поистине народную любовь и популярность. Именно благодаря своему комедийному таланту, великолепно проявившемуся в жанре пародийной пантомимы, актер получил небывалую популярность. Его стали узнавать на улицах, приглашать на популярные передачи, а затем и на роли в большом кино. А вот аспирант нашего института, артист театра на Таганке Леонид Ермольник, давно работает над диссертацией на тему «Сходство и различия человека и птицы в рамках актерского этюда последней четверти 20-го века». Для начала артист покажет нам очень серьёзную птицу – грифа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Давный друг Леонида Ермольника Александр Абдулов привел актера к Марку Захарову на съемочную площадку фильма «Тот самый Мюнхгаузен», в котором Леонид сыграл роль Феофила, сына Мюнхгаузена, истеричного, избалованного юнца. Персонаж, сыгранный Леонидом, очень понравился широкой публике. Это был звездный час Ермольника. После премьеры фильма его знала вся страна. Еще пока нет достаточных оснований для конфискации поместья барона и передачи его под опеку наследника. Нет оснований? Человек разрушил семью, выгнал наутро жену с ребенком. Каким ребенком? Я офицер. Выгнал жену с офицером. Так, доигрались. Дуэль. Господин Рамков, вы старый друг нашей семьи, вы очень много делаете. Нет, 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 нет. Сделайте еще один. Будьте моим секундантом. Никогда. Ну почему? Во-первых, он убьет и секунданта. Да. Убийца. По достоинству оценили работу Леонида Ермольника в фильме Марка Захарова и режиссеры. С этого момента он стал сниматься постоянно. Правда, сначала молодому обаятельному актеру с потрясающей мимикой и пластикой предлагали только эпизодические роли, предрекая ему славу мастера эпизода. И эта слава была бы вполне заслуженной, ведь каждый, даже самый незначительный эпизод с его участием становился яркой изюминкой любого фильма. Как и многие таланты, Леонид оказался талантливым во всем. И вот уже на восходящую звезду советского кино обратили внимание режиссеры, ищущие яркого, самобытного актера на одну из главных ролей. И не ошиблись. Ермольника не перепутаешь ни с кем. Он индивидуален, оригинален, органичен в любой роли. Конечно, больше всего в его фильмографии и комедийных образах. Уж такова его фактура. И в этих ролях он поистине бесподобен. Пусть даже некоторые его герои далеко не главные персонажи, но запоминаются они накрепко и навсегда. А где все двери? А? Нету. Ни дверей, ни ванны, ни унитаза. При тебе? Ты извини, я же не думал. А что тут думать? У них вся семейка такая. Папаша сволочь, он с этого и начинал. Четыре раза сидел крыса. Ну, это даже хорошо. Теперь развод и гудбай, родная. А ты о ком говоришь-то? О жене о ком? Ну, ничего. Главное, чтобы здесь было. Тогда и здесь будет. Актер отличается умением за несколько секунд киновремени донести до зрителей яркий характер персонажа. Этот талант особенно ярко раскрылся в картинах Аллы Сурикова. Ищите женщину, две стрелы, человек с бульвара капуцинов, чокнутый. В трагикомедии Георгия Данели паспорт, в мелодраме Веры сторожевой француз и во многих других, в которых многогранный талант Кермольника проявился во всех своих ипостасях. Все они стали для зрителей настоящим подарком. Их обожает и с удовольствием смотрит уже не одно поколение. Нож в спину. Я здесь. Полит. Я здесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Что случилось? Это ужасно. Нож в спину. Очень больно. Покажите. Покажите. Слушайте, а зачем? А ножа нет. Здесь трупа нет. Как нет? Ну нет, нет. Может, вы видели двух или трех покойников? Слушайте, перестаньте грубить. С меня хватит, я ухожу. Стоять. Не трогайте меня. Так, вот это уже сопротивление. Это попытка к бегству. Это по тарифу... Восемь дней тюрьмы. Моя милая. Этапным для Ермольника и для кинокритиков стал детектив-сыщик, который в 79-м году снял Владимир Фокет. Этот режиссер прославился среди профессионалов своим особым умением работать с актерами. Он обладал даром даже в самых известных артистах открывать новые грани их таланта. После этого фильма актеру долго не удавалось сыграть положительную роль. Худсовет даже определил его амплуа как отрицательного героя. Хотя Ермольник и в этих ролях старался избегать прямолинейности. Отрицательные экипажи создавали ему определенные трудности. Например, из-за них его долго не принимали в союз кинематографистов. В творческой биографии Леонида Ермольника есть один любопытный факт. Режиссеры почему-то в большинстве своем предлагали ему роли либо иностранцев, либо героев прошлых эпох. Так, например, Алла Сурикова в своем фильме «Человек с бульвара Капуцинов» отправила его на Дикий Запад. В мире не было ничего, что могло бы вызвать страх в моем сердце. Сдается мне вам, это удалось. Я не пожалею оставшегося глаза, чтобы вновь испытать это чувство. Благодарю вас. Даже в комедии Леонида Гайдая на современную тему «Частный детектив» или «Операция-кооперация» он действует в условной даже мифологической ситуации. Всего же Ермольник снялся более чем в 70 картинах. Хотя главные роли сыграл, пожалуй, только в трех фильмах. «Московские каникулы», «Перекресток», где выступил еще и в качестве продюсера, а также в последней картине Алексея Германа «Трудно быть богом». Зритель воспринимает его как эксцентричного, характерного актера. Однако он не всегда бывает таким. В нем нет заданной предрешенности роли. Он часто импровизирует и на съемочной площадке действует так, как в данных обстоятельствах поступил бы он сам на месте своего героя. Поэтому его роли всегда чем-то неожиданны. Сдается мне, джентльмены, это была комедия. Кинопродюсерство – еще одна из успешных сфер деятельности Леонида Ермольника, которой он занимается уже довольно давно. Под его чутким продюсерским руководством и с его актерским участием были сняты фильмы «Московские каникулы», «Перекресток», «Барак», «Тиски», «Стиляги». Как говорит Леонид Ермольник, «Продюсированием я занимаюсь не профессионально, а скорее интуитивно. Себе доверяю больше, чем кому-либо другому. Но из-за ошибки никого кроме себя не виню». Продюсерский размах Ермольника охватывает разные жанры – от комедий до драм и мюзиклов. Когда стало известно, что сам Алексей Герман выбрал Леонида Ермольника на главную роль благородного Дона Руматы Эсторского в экранизации романа «Братьев Стругацких. Трудно быть боком», культурный мир России был в шоке. Известно, Алексей Герман – мастер, который мог вынести из артиста душу и добыть алмазы из самого сердца. Во близворукости, принятых другими, за бижутерию. Он умел распознать скрытые таланты и раскрывать актеров по-новому в неожиданных для окружающих ампулах. Поэтому ради главной роли в фильме Германа Леонид Ермольник на три года отказался от участия во всех других проектах. Работа над картиной «Трудно быть богом» началась еще в 1999 году. И в тот момент отказаться от другой работы было как минимум смелым шагом решительного человека. Ермольник не прогадал. Роль Румата Эсторского стала лучшей его в творческой биографии. 60-летний юбилей актера совпал с мировой премьерой фильма. Это, наверное, один из самых лучших подарков, которые актер мог получить к своему дню рождения. В 2015 году картина «Трудно быть богом» получила премию «Ника» в семи номинациях. Леонид Ермольник был удостоен награды за лучшую мужскую роль. Там, где торжествуют серые, всегда-всегда в результате приходят черные. По-другому не бывает, запомни. Все, теперь вали. Вали, вали давай. Слышь ты, если будешь писать про меня, то... А уж писать, наверное, придется, то напиши, что... Что богом быть трудно. В багаже Леонида Ермольника более 70 картин. Но лучшими он считает роли в собственных проектах. В московских каникулах Аллы Суриковой и перекрестке Дмитрия Астрахана. Вот что писал журнал «Экран». Без Ермольника вообще не было бы никаких московских каникул. Поскольку именно он выступал здесь, как продюсер, мотор, добытчик, организатор и вдохновитель всех побед. За этот фильм Леонид Ермольник получил приз «Золотой овен», как лучший продюсер года. В московских каникулах, а также в фильме «Перекресток» проявился не только комедийный, но и драматический талант Ермольника. «Если сто раз с утра всё не так, Если пришла пора сделать шаг, Если ты одинок, Значит, настал твой срок, И ждётся углом перекрёсток семи дорог, Перекрёсток семи дорог, Вот и я. Перекрёсток семи дорог, Жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы ни пел краю, Всё мне кажется я, Как и прежде на нём стою». Леонид Ермольник – удивительно разноплановый актёр. Как драматический артист, он раскрылся в телесериале «Заколдованный участок», где сыграл психотерапевта. Да так убедительно, что его персонаж до сих пор рекомендуется к изучению на некоторых психологических кафедрах. Вы согласны. Главное, что вы должны помнить, То, что вы здоровы и счастливы от рождения. Не надо ничего искать, Всё находится внутри вас. Надо просто найти Испомнить. Найти и вспомнить. Завалили. Если попытаться определить, в чём секрет популярности Леонида Ермольника, То это будет не так просто. Даже мнение зрителей по этому поводу неоднозначно. Одни считают его необычайно талантливым и обаятельным актёром. Другие не видят в нём ничего особенного. Однако факт остаётся фактом. Леонид Ермольник – один из самых популярных актёров российского кинематографа. Его популярность росла постепенно. И становилась всё выше и выше только потому, Что актёр не сидел в ожидании подходящих ролей И не жаловался на судьбу, если не получал их. Леонид Ермольник всегда много и активно работал. Играл в театре, снимался в кино и сам продюсировал картины. Участвовал в концертах, в телевизионных программах. То есть находился в постоянном поиске. Создавал сам себя. Уйдя из театра, Леонид Ермольник долго туда не возвращался. А вернулся не только актёром, но и продюсером. Сегодня его постановка с наступающим – один из самых кассовых спектаклей Москвы. Хочется пожелать любимому актёру достижения новых творческих вершин. А их у Леонида Ермольника впереди ещё много. На сегодня всё. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!